Девчонки, если есть мальчишки, которые решили посмотреть обзор фикс прайс, всем большой привет, добро пожаловать на канал. Недавно я, как любой нормальный человек, у которого есть фикс прайс, зашла буквально за парой вещей и вышла оттуда с двумя полными пакетами покупок. Но эти покупки не были совершены компульсивно, я в восторге от всего, что приобрела. Да, на некоторых предметах есть недочеты, но это я сама невнимательно смотрела, когда выбирала вещь. Обязательно вам про все расскажу, покажу. И разочаровалась только в одном предмете, в конце о нем расскажу. Начинаем мы наш обзор вот с такой милой салфетницы. У нас есть такая старая, основательная, уясистая салфетница из Икеи, но она неудобная. Мы достаем ее по редким праздникам, я поняла, для того, чтобы поставить на стол что-то более легкое, воздушное, мне не хватает именно ее, вот этой салфетницы в стиле лофт. Кстати, сейчас в фикс прайс завезена целая коллекция вот этих предметов для кухни в стиле лофт, ну как написано. Но на мой взгляд, стиль лофт, он более такой брутальный, более жесткий, более, я бы сказала, неотесанный, что ли. Здесь же все такое милейшее, под дерево, светлое, нежное, воздушное, что лофтом называть как-то его сомнительно. Из этой же коллекции купила держатель для бумажных полотенец, сразу взяла и полотенца, и салфетки, совершенно недорогие полотенца шли, три штуки по акции. На обороте, каждой этикетки, фотографии предметов из этой коллекции, и все фотографии были разные, предметов очень много можно будет подбирать, то, что вам не хватает. И масленки, и держатели, полки, крючки, корзинки и так далее, обратите внимание. Подставка для полотенец понравилась, она не содержит в себе изъянах, основание металлическое, сам держатель деревянный, но немного как бы шатается, поэтому я хочу его подтянуть. Следующий лот, так назовем, вот эта милейшая полочка, я от нее в полном восторге, ее можно использовать как в качестве декора, в качестве подставки для хранения каких-нибудь предметов, и в спальне, и в гостиной, и на кухне. Но здесь есть мой косяк, я не посмотрела, что полка была немного с изъянами, она была содрана. Но если вы возьмете целую, останетесь в восторге, размер 22х15х22. Чуть позже я покажу еще одно применение. Ну а теперь еще одна из покупок, зачем я в принципе пошла в фикс прайс, это удлинитель. Удлинитель мне нужен для ванной длиной 3 метра, так как ближайшая розетка у нас в коридоре. У нас нет запасных, а те, что были, коротковат. В ванной у нас небольшие изменения, мы сняли над головой старый водонагреватель на 50 литров, теперь я могу повесить на это место зеркало, ну и такого объема уже не хватало. У нас летом, как во многих городах, на 2 недели отключают горячую воду, ну и в принципе в течение лета бывают вот такие перебои с подачей горячей воды. Ну и в связи с тем, что у нас маленькие дети, водонагреватель просто необходим. Новый мы подвесили над унитазом, чтобы не занимать больше пространства над раковиной. Сейчас у нас водонагреватель от бренда Болю на 100 литров. Бак у нашего нового водонагревателя из нержавеющей стали выполнен в плоском дизайне с возможностью универсального монтажа. Муж установил примерно за час. Отличительной его особенностью является система сухих нагревательных элементов. Таким образом, они меньше подвергаются влиянию жесткой звездковой воды и дольше прослужат. Но тем не менее, компания дает рекордную гарантию 8 лет. Мой муж, который как раз занимается в сфере водоснабжения в частных домах, отметил идеальные швы, которые получены путем лазерной сварки. Такая сварка предупреждает появление течи, а для предотвращения коррозии внутренний бак, как я уже сказала, выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Управление наипростейшее, разберется даже ребенок, кнопка включения и выбор необходимого режима. Бренд Болю довольно известен, он проверен и нашей семьей, и мужем на работе. Стильный, вместительный, довольно быстро монтируется и все есть в комплекте. Поэтому я вам оставлю на него ссылку, скоро лето. Отготовьтесь к летней опрессовке, если у вас еще нет водонагревателя, то я вам оставляю ссылку на свой, а еще он по классной цене. Ссылочка для вас в описании. Еще один восторг, это такая вот декоративная корзинка. Она по типу, как мы ходим в супермаркеты, но, естественно, предназначена для дома. Я видела такие в Икее. Ну, а здесь нам предоставил ее наш родной фикс-прайс. Корзинка в идеальнейшем качестве. Единственное, что дно немножко как бы выпуклое, и она не стоит прям таки ровно. Может быть, нужно немножко ее подогнуть. Можно использовать и как хлебницу, и как фруктовницу. И, в принципе, просто собирать предметы в одну кучку. Также может использоваться не только на кухне, но и ванна, я видела, ее применяют. Я вообще брала для подоконника на кухне, мы все равно что-то ставим туда, масло, ложки. И порой хочется все это собрать, как-то организовать хотя бы в один органайзер. Корзинка может отлично в этом подойти. И сейчас я с помощью некоторых своих покупок сделаю небольшую уборку под мойка. Как видите, у меня все предметы, все чистящие, моющие средства, небольшие запасы хранятся прям так, можно сказать, на полу. Я уже давно хотела сюда поставить что-то вторым слоем, но никак не доходили руки купить полку. Поэтому, когда я увидела вот эту полочку, милейшую фикс прайса, решила, что она у меня сюда встанет и будет помогать мне поддерживать порядок. И, действительно, несмотря на свой довольно миниатюрный размер, посмотрите, как она мне хорошенько организовала спреи, чистящие пасты. Остальные кухонные принадлежности также у меня вошли в разные корзиночки из фикс прайса. Это самый ближайший, удобный и пока довольно экономный магазин. Все вставные полочки на маркетплейсах дорогие, поэтому я решила, что это будет самый оптимальный вариант. Из старых покупок у меня есть вот такой органайзер с крышкой. Я решила в нем хранить таблетки для посудомоечной машины. Сейчас у меня таблетки финиш, но, скажу честно, я в них разочаровалась. Во-первых, слипается вот эта оболочка. Они не всегда вываливаются из отсека для таблеток. Я, бывает, открываю посудомойку, смотрю, а там где-то порошок просыпанный, прилипший. И мне кажется, оно слишком химозное остается на посуде на лед. В общем, я решила переорганизовать свою же организацию. Мне кажется, что удобнее будет доставать таблетки сверху. Если не приживется, обратно их перемещу вниз. И сверху как раз я решила в шкафчике навести порядок. Как оказалось, у меня там уже очень много было просрочки, заодно расхламилось. Возвращаемся снова в фикс прайс. Кстати, тот контейнер, куда я положила таблетки, стоит 69 рублей. Он еще есть в продаже. Возвращаемся к творческим людям, к творческим детям. Наверное, все дети творческие. Для своих я купила вот такие плотные листы. Это практически картон. Называется бумага для акварели. Когда будете рисовать красками, то бумага не будет насквозь промокать. Ну и вообще такая классная покупка. Я не жалею, что купила и даже ходила на следующий день. Правда, в другой фикс прайсе таких лотков не нашла. Это совершенно бюджетные лотки для хранения бумаги А4 для документов. Я взяла, естественно, в девчачьем цвете, потому что решила применять в их комнате для всяких развивашек, разукрашек. В общем, журнальчиков, которые не держат форму. Дальше покажу, как все это будет выглядеть. Я туда и книжки сложила. Были в наличии и брутальные расцветки для мальчиков. И вроде бы даже нейтральные. Обратите внимание. Ну, раз уже зашла речь у нас о развивашках, то купила для старшей дочки вот такой журнал с наклейками. Это не первая книга из этой серии. Потрясающий журнал. Очень много ярких, качественных, многоразовых наклеек. Почему взяла для старшей? Потому что она именно вникает, что это за рыбы, где они живут, читает все, что написано. Но никак я не пройду мимо книг. Обожаю книги. Смотрю фикс прайс. Такие популярные находятся иногда, например, «Магическая уборка», либо какие-то по психологии, либо по воспитанию детей. Художественная литература. Я предпочитаю, как она называется, нонфишн, что ли, нонфикшн. В общем, литература, основанная на реальных событиях, либо опыт авторов. Этот запах свежевыпущенной книги просто сводит с ума. В общем, я тут еще книжный маньяк. Но я не всегда их читаю в ближайшее время. Бывает, что книги у меня стоят и долго ждут своего часа. И из-за того, что приходится делать много разных дел, не всегда есть время. И как-то стала мучить совесть просто лечь и почитать. Я сейчас слушаю аудиокниги процентов на 60. У меня есть подписка в известном магазине книг, поэтому совмещаю приятное с полезным. Ну что, перемещаюсь в детскую комнату. И, наконец-то, я хочу показать, как буду использовать вот эти лотки. Как уже сказала, изначально я приготовила их для всяких журнальчиков, развивашек, где руку надо набивать перед школой, обводить, рисовать. В общем, все такое мягкое. Но затем для эксперимента еще поместила книги во второй лоток. И посмотрите, вот что было до, когда все было разбросано и как стало аккуратно после. И еще покупка для детей. Это мягкий пластилин восковой. Так как старшая, конечно, покрепче уже обладает руками. Младшая все-таки не так может справиться с твердым пластилином. Взяла мягкий восковой. Раз в три месяца я выкидываю пластилин. Все его кусочки. Вообще просто выгребаю до последнего. Злюсь на то, что он у нас везде разбросан. И затем снова иду и покупаю. Но детям же нужно развиваться. У меня есть план, как его использовать, что стелить под низ. Поэтому в следующих видео вам расскажу. Также детям купила резиночки, заколочки. Все это расходный материал. И покупки для себя любимых. Кисти для макияжа. В прошлом ролике я вам показала, что Фаберли купила тени. Все, у меня какой-то новый виток. Забота о себе, любви к себе. Мне хочется наряжаться. Мне хочется краситься. Я действительно вижу разницу в зеркале. То ли когда ресницы просто накрашены тушью. То ли когда у меня полноценный, пусть даже дневной, не яркий, не броский макияж. Чуть позже тоже покажу. С новой серией любви к себе я честно сначала помониторила цены на маркетплейсах. Но не нашла щетки для сухого массажа дешевле 400 рублей. Здесь же цена 250. Ручка гладкая, отшлифованная, покрыта лаком, безопасная. Еще не пробовала делать массаж именно тела, ноги, ягодицы, спина. Но потерла руку и было так ощутимо. Тоже вот в следующем видео расскажу. Недельку-две поиспользую и затем уже дам свой вердикт. Ну что, с новыми кистями приступаю я к нанесению полноценного макияжа. Сначала это был крем для лица. Девчонки, я тоже вам рекламировала. Но без рекламы и сама бы не узнала. И вам бы не рассказала про крем New Dermis. Я, кстати, когда выпустила ролик, девочка знакомая посмотрела и говорит, мне же его косметолог тоже порекомендовала. Я купила еще до меня и сама пользуюсь. Он причем дает такую матовую кожу, увлажняет ее, но нет ощущения липкости. И знаете, он такой немножко горьковатый. Если попадает на язык, то это чувствуется. Ну, что говорить, это крем все-таки профессиональный. Далее из непрофессионального. В улыбке радуги купила недорогой консилер. Вообще без него не представляю своего лица. Даже если у меня просто тушь, то на мне все время есть консилер. Какие-то прыщики, круги под глазами, вот эти темные пятна возле носа, покраснение. Ну, есть что замазать. И лицо гораздо свежее, когда какие-то пятнышки на нем скрыты. Ну и дальше я давайте расскажу про кисти. Кисти, естественно, синтетические. Ну, хорошие, плотные, не разлохматились. Макияж я нанесла комфортно, удобно. В общем, кистям из фикс прайса быть. Ведь, если честно, здесь я не вижу разницу, что кисть за 1000 рублей, что будет за 200 рублей. Уже из моей коллекции косметики есть хайлайтер румяна. То есть тут я ничего нового не приобретала, пользуюсь тем, что было. И посмотрите, ну вот все равно сразу другое лицо. Какое-то более свежее, более красивое, более женственное. Так что я за макияжи. И несмотря на то, что я вам уже показывала валик из фикс прайса, он был светлый, я аж сейчас покрасилась. Кстати, обратите внимание, что краска уже постепенно смылась. И мне кажется, я выгляжу, как была в самом начале ведения своего канала. Практически естественное. Чего, собственно, я и добивалась. В общем, взяла теперь валик под цвет волос. Сначала делаю хвост, затем нанизываю на хвост валик. И аккуратно вот так вот по кругу стараюсь волосы распределить. Кстати, этот валик можно немножко развернуть и подрезать. Тогда он будет меньшего размера и будет не такая объемная шишка. Конечно, такая большая шишка мне напоминает немного старшее поколение, что ли. Мне кажется, раньше так ходили. Но, тем не менее, я оставила и вся такая красивая перемещаюсь в ванну. Еще одна покупка из фикс прайс это ополаскиватель для зубов. И еще одна покупка это мыло. Кстати, мыло на магнитной мыльнице. Тоже у меня постоянно спрашивают девчонки, где брала мыльницу, где брала вот этот держатель для зубных паст. Все ссылки будут под видео. В комментариях я прочитала совет по поводу чистки зубов, что их нужно ополаскивать. И желательно еще в течение дня не только ополаскивать, но и мыть. Решили пока вообще приучаться. И вот буквально этому ополаскивателю несколько дней. Детям, конечно, он понравился. Поэтому они полощут зубы утром и вечером по полному колпачку. И половину уже нет. Так что расход не очень экономный. Но, возможно, средства-то хорошие. Еще подшорс и в длинных видео, в принципе, задавали вопрос вот про эту держалку. Покупала тоже на Яндекс.Маркете. Она не на батарейке. Выдавливается путем ручного нажатия, но довольно легко. Я специально вкручиваю именно детские пасты. Но от того, что дети чаще всего выдавливают, то они немного пачкают вот это отверстие, так сказать. Поэтому приходится иногда его мыть. Ну, а так держатель очень удобный. Сверху все, что требуется для процедур, проводимых над раковиной, находится в одном месте. Мою раковину узелковой сеточкой, пинг-пастой. Мне нравится то, что сеточка промывается хорошо, просыхает. И можно пользоваться ей очень-очень долго. На этом мой ролик подходит к концу. Большое вам спасибо за внимание. Ставьте лайки, колокольчики. Подписывайтесь на мой канал здесь и в Телеграм. Увидимся с вами в следующих роликах. Пока-пока!